Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 14 мая и как я вот говорила сегодня утром, что в самую последнюю очередь я оставила вот эти вот мои сибирские толстоногие сорта. Буду сейчас их высаживать. И я уже объясняла, почему я их оставляю на последнюю очередь. Потому что они при длительном таком ожидании, качество рассады не теряется. Видите, вот первый стоит петруша-огородник, такой толстенький, хороший. Дальше вот здесь Настенька. Но тут же затесался монгольский карлик. Сегодня я его, наверное, еще не буду высаживать. Я монгольских карликов высаживаю в самом конце, по остаточному принципу, где остаются какие-нибудь маленькие кусочки земли. Туда я его... О, это, кстати, сибирская тройка. Вот сибирская тройка, она такая же, как петруша. Видите, рассада такая коренастая, крепкая. Вот здесь уже намечается цветочная кисть. Но она невысокая. И она бы еще постояла. Она, конечно, у меня, посев это для открытого грунта, для высадки в начале июня, она бы еще две недели и постояла. Но так как погода позволяет, буду сейчас высаживать. В этом году, первый раз, я буду высаживать такие сорта, вот тоже на бордюр, на завалинку, около теплицы. Потому что именно про петрушу, именно про сибирскую тройку я говорила, что они такие лохматые. Они такие широкие, как бы куст шарообразный, что их очень сложно по два томата в одну лунку высадить. Их лучше по одному. И вот в этом году, первый раз, я их хочу вот так посадить строчкой по одному томату. Видите, бордюр очень широкий. Он, ну, сантиметров 50, полметра точно есть. Полметра. И сюда можно было бы и монгольского карлика посадить. Но монгольского карлика я вообще по закоулкам высаживаю, где в высоту невозможно расти. Он же расползается. Я потом покажу, как я высаживаю монгольского карлика. Вот сейчас я буду высаживать вот эти томаты, которые, как бы вам сказать, которые можно выращивать без посынкования, которые не очень прихотливые, но которым нужно немножко больше места, чем обычным сортам. Потому что, когда мы томаты посынкуем, они все равно немного компактнее, они немножко как бы как не такие лохматые. А эти вот лохматые, они будут как елочки. Они будут у меня тут по одному. Сейчас лунки сделаю. Я вам покажу, на каком расстоянии примерно. Ну, все это, конечно, все это так примерно. Я уже давно ничего не измеряю на глаз. Сделала дырочку рядом. Еще одну сделала дырочку. Ориентировочно так прикидываю. Так, хватит столько места, хватит столько. И тут еще, знаете, чем хорошо вот на этих, на заваренках? Я в позапрошлом году выращивала вот эти нижние пасынки, которые он поздно-поздно осенью еще выпускает. Они прямо вот так вот вниз свисают, спускаются. И на них вот эти вот протолговатые такие перцевидные плодики, очень красивые. Я думаю, что ему здесь понравится. И здесь еще место такое. Тут вот, смотрите, сейчас до обеда солнце. После обеда солнце будет с той стороны. И тут будет оттеплиться немного тень. Так что здесь они не будут сильно подгорать, поджариваться. У них будет половина дня солнечно. Половина дня немного притененно. Будут отдыхать. Все, сейчас будут делать лунки. Расстояние в ряду я сделала примерно 30-35 сантиметров. Все на глаз. И вот эта рассада опять хороша тем, что в любую жару, вот у нас 28 градусов, она не вянет благодаря тому, что листья толстые, мясистые. И после пересадки вообще не болеет. Тут вот она у меня будет петруша, сибирская тройка, госпожа удача сплошной полосой стоять. И с этой стороны, вот у теплицы, которая с подогревом, тут очень удобно, когда люди спрашивают, не будут ли загораживать эти томаты солнца тем. Но вот здесь вот сам Бог велел посадить томаты на бордюре, потому что, смотрите, там эта грядка, как обордюренная, поднятая на 40 сантиметров. И только вот на этом, вот на уровне 30-40 сантиметров начинают расти те томаты. И там, конечно, у них еще 15-20 сантиметров этот будет голый стволик, на котором нет ни цветочных кистей, ничего. А они, вот эти сибирские тройки, петруши, они сами всего 50-60-70 сантиметров. То есть все эти томаты, они как раз уложатся в это расстояние, в расстояние вот этой плахи бордюра, вот этих голых стволиков, которым солнце не нужно. А там, где будут листья, цветы, до туда они, конечно, не достанут, потому что они детерминатные, они низкорослые. И я на бордюрах, вот на этих, на завалинках, конечно, всегда высаживаю только такие сорта. Никогда не пробовала индетерминатные, высокорослые, конечно, они здесь не подойдут. И сейчас еще раз, в очередной раз, по повторяющимся просьбам покажу, как я закапываю все-таки из стаканчика вот эту помидорку в лунку. Хотя ничего тут сложного нет, всегда делаю одинаково. Но сейчас вот Катю попрошу, подержит камеру, еще раз продемонстрируем. Так как я делаю всегда с заглублением, то нижние два листика удаляю обязательно, потом извлекаю стакан. Когда корневой системы много, он извлекается очень легко. Потом просто делаю в грунте углубление, потому что грунт мягкий, пушистый. Ставлю туда стакан. Все, сейчас польем ее и готово. И так делаем с каждой. Все, вот это посадка наших томатов на завалинке.